Сегодня всемирный день борьбы с курением. Ежегодно в мире от болезней, связанных с этой вредной привычкой, умирают 6 миллионов человек. Из них почти полмиллиона в России. Не секрет, что самостоятельно бросить курить очень трудно. Врачи считают, что курение не просто пагубной привычкой, а серьезной зависимостью. О том, что с ней можно справиться, расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Волкиз, ну погоди, крокодил Гена, отец дяди Федора из Простоквашино. Несмотря на то, что детям всегда говорили о том, что курить вредно для здоровья, в детских советских мультфильмах мы не раз видели курящих персонажей. Так выросло несколько поколений, воспринимая это как нечто обычное и даже модное. Врачи говорят, курение убивает примерно половину тех, кто познакомился с табаком в подростковом возрасте и не расставался с привычкой в течение жизни. Доказано, чем ниже возраст курящего человека, чем он раньше изначально начал курить, то выше риск развития заболеваний. И этот молодой человек уже станет злостным курильщиком, и в дальнейшем уже никогда не сможет бросить курить. А никотин – это сильнейший яд, который воздействует на наш организм и влияет на многие органы. Рак легких, хронический бронхит и шимическая болезнь сердца – это лишь малая часть пагубных последствий, которые возникают при употреблении табака. Каждая сигарета, каждая затяжка – это, по сути, небольшой шажок в могилу. Причем идти туда в одиночку не получится, ведь рядом с курящим всегда находятся его близкие, семья, друзья и коллеги. А ведь известно, что пассивное курение значительно ухудшает здоровье. Курящие люди, они немного в своем формате, они такие эгоисты. Хотелось сейчас закурить, они курят. Им безразлично, на здоровье окружающих. А многие мужчины наши позволяют курить дома. Если бы они беспокоились за здоровье своей семьи, своих детей, чтобы они росли здоровыми, хотя бы могли бы курить вне помещения. Ровно шесть лет назад в нашей стране вступил закон на запрете демонстрации табачных изделий. Но исчезнув с прилавков магазинов, сигареты никуда не ушли из нашей жизни. Люди курили и курят. Вот только платить за вредную привычку теперь нужно больше. К примеру, средняя цена пачки сигарет составляет 100 рублей. В месяц – это 3 тысячи. В год – 36 тысяч рублей. На эти деньги можно уехать в отпуск за границу или купить хороший смартфон. Штрафные санкции продавцам, наказание за курение в неположенном месте, устрашающие предупреждения на упаковках. Все для того, чтобы прервать последовательность событий, вызванных первой затяжкой – первой сигаретой. Результаты антитабачного закона в стране впечатляют. Хочется отметить, что на сегодняшний день есть положительные сдвиги. Вы уже сами видите, практически курящих очень мало. Надо должны отдастся вот этой пропагандой, задачей, которые были поставлены государством перед правительством, перед всеми нашими учреждениями. Значительную роль, по словам депутата, здесь играет и религия. И не только потому, что сигареты наносят непоправимый урон здоровью, но и потому, что курение запрещено исламом. У нас очень хорошо, значит, этому вопросу нам помогает муфтият. Республики, что это действительно вредно. Они наравне, значит, с общественной организацией, значит, работали с нами и работают на сегодняшний день. И везде, значит, это все говорят, во всех мечетях там все это, то, что, значит, курить, то, что пить, значит, спиртные, значит, это вредно не только там для здоровья, но это харам. Это, значит, поэтому это тоже очень хорошо влияет на людей, на молодежь там и на остальных тоже. За плечами дедушки Амара Схаба полвека спортивной жизни. Утренняя зарядка, пробежка. С этого начинается каждое утро Аксакала. Первую сигарету закурил в молодости, в армии. Там же и бросил. С тех пор, вспоминая Амара Схаб Амаров, у него появилась тяга к занятиям спортом. Мне сейчас 82 года. На армию я курил махурку. Тайком курил. Отец меня думал, видел. Армия, в седьмом месте я бросил курить. Там подрался с савдийскими ребятами, вторым. А я проиграл. Из-за этого я бросил курить, я их добил потом. Как можно голосовать, это яд. Этому человеку я не доверяю, кто курит. Пьют тем более. Это яд. Там ничего нет. Ветеран личным примером старается пропагандировать здоровый образ жизни. Я говорю, иду, увижу молодой человек, даже такой возраст тоже. Молодец, Соломаловик, молодец. Дай, пожалуйста, мне курить. Он мне дает оттуда. Я говорю, это дай. Это я добиваю. Я говорю, вот так делаю. Это твой враг в руку. Это смерть твоя. Не курить, это гадость. Ты чего хорошего найдешь. В России действуют сотни бесплатных центров профилактики табачной зависимости. Все, что нужно, лишь решить для себя, что табаку – не место в вашей жизни. И 31 мая – самый подходящий день, чтобы бросить курить и расстаться с этой вредной привычкой навсегда. Зумруд Гамедова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Салман Гитихмаев, телеканал НТ, Махачкала.